Знаете, как говорят, с корабля на бал, из леса в студию. Дмитрий обещал дойти, он дошел. Да, сразу же. Соня не дошла. Ну, грибница-неудачница. Или как это правильно будет про женщину сказать? Грибница? А Соня у нас грибница-любопытница. Залази это вечно куда, потому что в следующий сюжет мы там ногу ей будем ремонтировать, восстанавливать. А сегодня мы будем спасать тебя. Итак, у нас некая ситуация, да, бытовая, городская. Эвакуация из здания. Не знаю, пожар, тревога, портал пробило, монстры из соседнего параллельного измерения пришли. А, наконец пришли. Дальше включается команда, валим, 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 валим. Но у нас возникает такая ситуация, у нас... Ах, оставьте меня, сделайся. У нас появился травмированный товарищ, потерявший сознание, надышавшийся газов, испугавшийся до обморока. Что у нас там еще? Лежать больной. Ну и в общем самое, надо выносить. Ну или Наташа Винокурова. Да, выносим, да, выносим. Сначала мозг, потом Наташа. Ну вот я тут прихватил. Что используем? Мы используем обычную простынь под одеяльник. Ну не умирай пока, да. Да ладно. Держи. Сейчас нужно будет очень быстро, оперативно вместе со мной соображать. Простырь большая. Само меня завернуть, походу. Большая просто. Так. Большая. Все, развернули. Примерно. Вот так положили. Примерно. Так, может, накроем, она пусть спит лежит. Ну, можно ее накрыть, да. Накрыть, намочить простой водой, накрыть ее, тогда она не угорит от газов. Пока спасатели придут. Ну, я думаю, что совесть нам с тобой не позволит. Берем угол. Один. Есть. Да? Узел. Нет, стоп. Вон тот возьми. Ладно. Тот. Да. Окей. Узел. Один узел сделали. Пусть дома тренироваться, ты меня не спащешь нифига. Обычно узел. Ты умираешь. Ты умирай давай. Умирай молча. Узел. Ну, понарошку только ты давай, нам еще не перевести. Есть. Теперь нам, чтобы связать тот дальний угол, бери. Бери дальний угол. И откроем тебя. Внимательно. Не просто завязываем, а сначала пообворачиваешь под узел. Под узел. Под узел. А потом только завязываешь его. Что нужно? Нужно, чтобы у тебя один узел как бы держал другой. В этом случае, вот он. Видишь? Один узел держит другой. Почти сообразил, да? Я такой себе. Вот это держи. А я покажу зрителям, чтобы понятно было. Я под узлом проворачиваю. Ага. И потом. Похоже на то, как галстук. И потом затягиваю. Вот в этом случае один узел держит другой. Получается очень-очень такая хорошо затянутая конструкция. Итак, растягивай. У нас уже получилось. Носилки. Это похоже на пододеяльник. В некоторых случаях, зависит от размеров ткани, положи. Еще можно сделать узлы по центрам. Ну, я быстрее сейчас сделаю. Ты делаешь вид, что тебе это интересно, важно. Я как бы ее пытаюсь привести в сознание. Или занимаешься. Наташа, Наташа. Наташа. Что еще? Вот они. Вот так вот. Бери еще разок. Итак, вот теперь это уже совсем рюлька. Наташа. На что раз? Одним глазом просыпаешься. Да, просыпаешься. Ну что, завод самое. Загружаем ее. Так. В общем, тут идет спасательная операция. Приподними себя и основание свое. Да, чуть-чуть. Давай, давай, давай. Еще, еще. Вот. Вот так. Чтобы спальник залезла просто. Чтобы понятно было. Вообще это, конечно, делается... Так у вас точно узлы крепкие? На лежачем человеке. Пропускай голову сюда. Да. Берем за центральный узел. Берем за районе головы. В районе головы. Я тоже надеюсь, идите. У меня там узелок. Ноги выпусти. Выпусти ноги. Так. Красивые туфли все должны видеть. Все. С этой стороны заходим. Там комментарии из аппарата. Это отпускай. Центр и голова. Центр и голова. Пока, ребята. Раз, два, три. Вам точно не помогают. Приподняли. Приподняли. Давай, покрепче. Ай, понесли уже. Давай, тебе неудобно там. Отходи. Все. В общем-то, да? Там живая? Да. У нас не очень красиво получилось. Вообще, она должна быть лежачая. Ну, сидячую тоже мы вынесли, да? Все. И понесли, и понесли, и понесли. Не роняем? Давайте ее обратно. А можно еще раз? Слушайте, это здорово, здорово. На самом деле, вот это... Раз. Красиво же? Да. Вот. И наконец-то мы гармонируем. Понимаете? С синим. С... Что там у тебя? Розы. Вот так. Спасли человека? Спасли. Спасли. Дмитрий, ну вообще, еще раз давайте. Помимо того, что мы делаем три узла, получается, да? Здесь самое главное края. Не просто их свяжут между собой, а один узел под второй, тогда крепость получается. Ну да, я от него и кожу его видели. Дальше центральные узлы дают полукруг люльку. Ну и, в принципе, еще раз говорю, сначала расстелывается простой, потом кладется больной, потом вокруг него все завязывается. А, то есть... Обычно. Да, и дальше переноска идет, то есть ты держишь за центр в районе головы и вот так полубоку мы с тобой выносим. А вот что сделать, например, если, ну, допустим, как у нас получилось, да, ткань может быть не сильно прочная или она провисает. Как усилить вот этот эффект насилок, скажем так? Здесь можно... Давай, Наташа. Примерно похожие механизмы есть, их надо по-другому чуть-чуть завязывать. Ну, в общем-то, готово? Да. Да. В общем-то, все эти вещи... Стой на ногах! Ой! Все эти вещи, в общем-то, я могу легко переносить на себе. То есть и бегать могу, и по лестницам могу, и самая. И даже могу ее уложить обратно спать. Садись. Несет меня лиса. То есть вот такая обвязка, микрофон, видишь, вот такая обвязка, чуть плотнее, чуть шире, она диагональная может быть, поперечная, в зависимости от того... То есть как рюкзак кинул на плечи и понес. Так, кстати, удобнее, да, мне кажется, да, и легче вам утащить тело. Можно переносить спереди, допустим, детей рекомендуется здесь переносить, там немного другая обвязка. Но давайте сделаем так. На следующий раз я покажу, как ребенка выносить здесь перед собой. Будет интересно. Будем ждать. Друзья, ну а помним, если вдруг кто-то забыл, по каким-то причинам, Дмитрий Толобоев в нашей студии вновь учит нас уже тонкостям самоспасения и спасения близких своих из разных экстремальных ситуаций. Инвентарь отдай. Да, дожала. Мне нравится, она как греческая богиня уже, знаете, обмоталась. И все, никуда. И уже все, и уже никуда. И никуда. Максимум в баню в таком наборе. Друзья, Дмитрий Толобоев, смотрите сюжеты с его участием в нашей программе. А также по пятницам Дмитрий приходит к нам и вот, собственно, на нас и показывает, как себя вести. Я уже готов отвечать на вопросы. Если есть у зрителей вопросы, давайте в прямой эфир. Отвечу на любой вопрос. О, давайте в следующую пятницу. Мы тогда будем, наверное, как-то экспромтом, да? Ну, мы и так много что делаем экспромтом, благодаря вам. Тем не менее, можете присоединиться, и мы вам, безусловно, про все пароли явки напомним. И зададим в какую-нибудь ситуацию. Безусловно, все зрения спускаться по лестнице. То есть эвакуация, задымленный подъезд, спускаться по лестнице. Как не убиться, как придерживаться, да? Как переступать. Ну, я понял, с ребенком, с женщиной, с коляской. С животными и все такое проще. С сейфом. Да. То есть совсем с собой. Все свое с собой. Дмитрий Толобоев и его уроки самообороны и безопасности в нашей программе. Дмитрий Толобоев.